Доброе утро! О спорте в Московской области. Дарья Молчанова. В мире миллионы болельщиков после матча своих команд привычно ищут себе утешение. Жителям Видного повезло, их подобные проблемы не касаются. Местная баскетбольная команда «Спар ТНК» начала сезон уверенно. Две победы на выезде, теперь первый в сезоне домашний матч. Приучив болельщиков к ярким победам, продолжают эту линию и сейчас. О матче с московским «Динамо» Дмитрий Занин. Пополнившая ряды «Спарты» Бекки Хэмон в первые минуты матча одна из самых заметных на паркете. За каждый мяч цепляется, соперников прессингует, атаки развивает стремительно. Не только словами, но и делом пытаясь доказать, что и в свои 34 года игрок она еще очень даже полезный. В том числе и для сборной России. Ее заявление о желании играть в нашей команде сегодня одна из самых обсуждаемых в женском баскетболе новостей. У представителей фан-клуба американской спортсменки мнение единое и четкое. Если она будет в нужной кондиции, в нужной форме, хорошо себя показывает, то она нужна команде. Если мое личное мнение, я бы хотела ее видеть в составе сборной. В самом же баскетбольном клубе вопросы, связанные со сборной, обсуждают едва ли. Сезон стремительно набирает обороты, а в команде между тем 10 новичков. Среди них лучший молодой игрок Европы 2010 года, 19-летняя Словенко Ника Барич, кстати, напоминающая по манере игры Хэмман, разыгрывающая сборной Черногории опытная Елена Скерович, россиянки Татьяна Коровушкина, Ксения Тихоненко и чемпионки Европы Марина Кузина и Евгения Белякова. Они все познакомились-то недавно, но уже нужно побеждать. Мы тренируемся достаточно не так давно, не так, предположим, остальные команды собираются вместе с половиной летом, проводят сборы. У нас нет такой возможности, к сожалению, все игроки задействованы в своих летних клубах, поэтому сейчас вот именно на таких играх мы тренируемся, сыграемся, практикуемся. Но и такой несыгранный состав «Спарта» не то что победит, но даже оказать ему сопротивление может далеко не каждый соперник. Так уже первый период игры с «Динамо» хозяева закончили с двукратной разницей в счете 23-16 и от победного темпа больше не отступали. Итоговый счет весьма убедителен – 90-58 в пользу команды из Видного. «Спарта НТК» стартовала в этом сезоне с трех побед подряд, но вероятнее всего будет и четвертая. Следующий соперник подмосковных баскетболисток команда «Висла Канпак» из польского города Краков отнюдь не выглядит непроходимым. Этот матч в рамках Евролиги подопечный «Поки Чатман» проведут здесь же на паркете в городе Видное в среду 19 октября. Дмитрий Занин, Владимир Пыхтин. Вместе спорт Московская область. В Сергиевом посаде прошел областной форум по самбо. Более сотни юниоров, воспитанников подмосковных клубов разыграли путевки на первенство Центра России. Решающий этап отбора на всероссийские соревнования пройдет в конце года, в декабре. И даже просто попасть туда для большинства спортсменов уже успех. Но только не для дмитровчанина Николая Монохина. Он уже успел отличиться на всероссийской спартакиаде, да и на первенстве России до призов добирался. Высокий уровень подтвердил и в Сергиевом посаде. А в поражении от Ильи Борисова в финале проблем не видят. Ведь неудача закаляет характер и добавляет стимулу для дальнейшего совершенствования. Во-первых, у тебя должен быть характер бойца. Всегда себя настроить, что ты самый сильный и тебя никто не пройдет. Ну а там уже дело техники, выносливости, силы. Но это все нарабатывается годами. Все сразу не бывает, только характер первым делом. В Дмитровском районе состоялся ежегодный турнир по спортивному ориентированию. Осенний лес, изрядно размокший вследствие дождей, оказался не самым приятным местом для соперничества. Тем не менее, на старте собралось достаточно желающих стартовать в конце бегового сезона. В элитной группе у мужчин со всеми тяготами и невзгодами уверенно справился Алексей Куклин. А вот среди женщин скоростью и выносливостью блеснула Галина Рубедюк. Отлично, и солнышко вышло, бежать хорошо. Лощинки единственное, что приходилось раз в это перебегать, так все отлично. В конно-спортивном комплексе «Отрада» в воскресенье давали конкурс. Посоперничать верхом в преодолении препятствий единым строем вышли совсем еще юные всадники и признанные мастера. В числе последних Елена Бирюкова в Седле. Она уже более 30 лет. Будучи школьницей, пришла заниматься в построенной к Олимпиаде конный клуб «Битца», а сейчас уже сама тренирует. На собственном примере показывала, как надо брать препятствия, но в показательном уроке получилось не все. Уверена пройдя дистанцию, на последнем барьере она допустила ошибку. Впрочем, среди целей, которые ставила перед собой спортсменка, победа была отнюдь не на первом месте. Это моя ошибка. Я немножечко переторопила лошадь, не дала ей сработать правильно. Когда была помоложе, да, я прыгала на более крупных соревнованиях. На данный момент я больше тренер и готовила лошадей для своих учеников. То есть это подготовка лошади для всадника. Ну и на этом у нас все. Будьте здоровы. До свидания.